С конца 2011 в Новосибирской области с 10 вечера до 9 утра запрещена продажа алкоголя, вне зависимости от градуса напитка. Но эти временные рамки не распространяются на заведения общепита. Поэтому многие магазины путем несложных операций превращаются в кафе, где торговля спиртным идет круглосуточно. Калининский район, 7 августа, пятница. Тот день, когда от желающих выпить в конце рабочей недели нет отбоя. Итак, время без 10.12. Торговля в этом магазине типа кафе идет полным ходом. За целый час, пока мы находились здесь, ни один из покупателей не стал пить за этим столиком. Все берут на вынос. У нас документы все имеются. Вон она в лицензии на открытых спиртных напитках. Мы открываем, а куда вы их деваете? Ну по факту же, да? Если называть вещи своими именами, здесь же не кафе. Почему? Это кафе, у нас закуточная. Мы открываем. Пятью минутами ранее в кафе со странным названием «Гастроном» нам продают неоткрытую бутылку пива, а соседям по очереди вино и водку. Где будет распит купленный здесь алкоголь, никого не интересует. А единственное визуальное отличие этого кафе от алкогольного мини-маркета, это три сиротливо пустующих столика. Спасибо. А вот магазин разливного пива «Магнат» неподалеку. Здесь работают счастливые люди, судя по тому, что часов они не наблюдают. А между прочим, уже 11 вечера. Пятьюшка. Краска белая? Не белая. Не белая. Не белая. Что горло здесь красный? Либо белая. Сливовая. Сливовая, белая. Что это стоит? 60 литров. Давайте, наверное, 2 литра тогда. Молодой человек. Спасибо за имяное засилы, но после 10 торговать нельзя, это была контрольная запутка. Вы знаете, дашь ли нарушать? Просто работа такая, правильно? Правильно. Где он звонка, ваша директора? Владельцы «Магната» и «Гастронома» остались глухи к нашим увещеваниям. Это и не удивляет. Спустя две недели следуем по тому же маршруту, но уже с участковым и представителем администрации Калининского района. Алкогольная продукция в закрытой талии. Время 22.23. Соответственно, на лицо нарушение правил реализации алкогольной продукции. В ходе проверочной закупки факт правонарушения был установлен, собран материал по части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации о нарушении иных правил розничной торговли, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Стоит отметить, и владельцы «Гастронома», и собственники «Магната» ранее уже привлекались к административной ответственности. Но это их, видимо, ничему не научило. Между тем, мы продолжаем алкогольную экскурсию по Калининскому району. Следующий пункт назначения – дом 43 на улице Тамбовской. Здесь любой желающий похмелиться или уйти в запой может отовариться прямо через окно жилого дома. Местные жители уже давно в курсе происходящей спиртовой вакханалии. Зачем спаивать людей, детей? В том числе вот молодежное общежитие. Дети по вечерам ходят сюда, затариваются спиртом. И проблемы, связанные с выпивкой, они, конечно, случаются в общежитии. Молодежное общежитие, что там еще может быть? Все очень доступно, все очень круглые сутки. Оно же везде торгует, я ж не знаю. У вас на районе везде торгуют? Мне кажется, что везде. Продавец материализуется с помощью этого неприметного звонка. Цена вопроса – 100 рублей за пол-литра спирта. В самой квартире проживает дружная семья. И любящая мать Людмина Кириченко сходу попыталась взять всю вину на себя. Сейчас сына, Кирорыч, объяснение. Он же продавал спирт. Нет, это я продавала. Продавал сын? Нет, я продавала. Да кого ты? Посмотри на меня. Как я мог вообще продать? Это я продавала. Спирта в квартире много? Нет. Сколько? Я не продавала. Ну, бутылки. Бутылки 10. Бутылки 10? Покажите, где она. Бутылки 10. 10,5, да? Достаньте, покажите. Что же касается предназначения звонка, у Людмилы Дмитриевны есть вполне себе логичное объяснение. Кнопка стоит не для этого, а кнопка стоит «Я председатель дома». Вот, и чтобы специально было поставлено, потому что у кого свет или что-то, или лифт, все бегут и сюда. Получается, звонок – это тревожная кнопка. Но в помощи председателя совета по дому острее всего нуждаются любители выпить. Поэтому у семейства Кириченко под окном припасена целая партия спирта, готовая к продаже. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Стыдно будет, что вы будете выходить. Мама, а где этот скотч? А что стыдно? А что стыдно у меня? Мама, где скотч дома? Я председатель дома. Мне стыдно. Дуль теперь слушаться не будет. Помимо угрызений совести, нарушителю грозит и административная ответственность. По части 1 ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица. Решение по данному материалу примет мировой суд. Вы частный предприниматель, у вас имеется какое-то разрешение? Будет штраф, конечно. Содержимое изъятых бутылок отправят на судебную экспертизу. Если спирт признают опасным для жизни, будет возбуждено и уголовное дело. В противном случае все закончится административным штрафом от полутора до двух с половиной тысяч рублей.